добрый день всем скажите кто здесь онлайн хорошо ли меня видно и слышно сейчас к нам подключится спикер и мы начнем здравствуйте здравствуйте добрый день хорошо спасибо добрый день день здравствуйте итак давайте начнем наш вебинар в рамках деловой программы открытого вузовского чемпионата мгп у по стандартам world skills меня зовут аниси благодарим вас за проявленный интерес и надеемся что проведенное с нами сегодня будет для вас максимально продуктивным и интересным в рамках вебинара у нас сегодня пройдет мастер-класс слагаемый профессиональной успешности учителя опыт самодиагностики разрешите я представлю вам ведущего резапкина галина владимировна старший научный сотрудник научно-исследовательского центра стратегии проектирования и правового обеспечения российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте российской федерации давайте некоторые моменты организационные обговорим кто онлайн сейчас могут пользоваться чатом какие-то мнения обсуждения могут там вестись также можно технические вопросы если вдруг возникнут техническим специалистам нашим в чате задать если у вас вопрос требует более глубокого ответа после окончания вебинара то можете оставить его во вкладке вопросы и мы его озвучим и галина владимировна поподробнее на него ответит чтобы он не потерялся в чате вот небольшая вводная часть на этом я завершаю передаю слово галине владимировне пожалуйста дорогие друзья спасибо за возможность выступить такой серьезный важной теме на таком авторитетном важным интересным мероприятием я сейчас загружаю презентацию я не знаю там пару видео файлов конечно очень бы хотелось чтобы мы тоже их увидели вы их увидели это их уже видела надеюсь что получится ну а пока я хочу вам рассказать почему вообще к этой теме обратилась тема тема развития профессионального сознания учителя меня занимает наверное со школы потому что мало мало знакомых которых школьное обучение прошло бы без конфликта и не так уж много людей которые бы которым было бы приятно вспомнить своих учителей вот к сожалению вот по крайней мере от моем окружении безусловно есть но это единица учителей которых хотелось бы вспоминать с которыми хотелось встречаться после школы и на протяжении всей жизни ну это очень грустно потому что в первой части вебинара я сюда интересом послушала о современных технологиях преподавания в частности преподавания предмета технологию такая гламбур такой но вот все эти технологии они к сожалению мертвы если они не пап не попадают в руки хорошего талантливого яркого учителя и вот поэтому особенно это касается той темы которой занимаюсь я потому что я вполне себе допускаю что учитель математики химии физики таких технических дисциплин он может вполне быть нейтрален плане эмоционального интеллекта в плане таких вот личностных качеств потому что его задача дать какой-то определенный набор знаний информации но это не факт что он сможет вот этот набор знаний передать если он не будет обладать набором универсальных качеств важных для учителя в первую очередь вообще для любой профессии в сфере человек и человек поскольку я занимаюсь вопросами профессионального личностного самоопределения и вот в моих учебных пособиях методиках очень такой сильный акцент именно на личностное развитие на нравственное развитие личности на воспитание конструктивы мотив деятельности на то что частично входит в понятие универсальной компетенции есть такое понятие в последнее время популярные как soft skills но она очень ограничены она бедненькая вот hard skills это то чему учат в колледжах институтах те профессиональные навыки а вот soft skills это личностные качества которым нигде к сожалению не учат они воспитываются под влиянием семьи школы социума и вот в эти soft skills кроме таких ну банальных и примитивных вещей как там социальный интеллект навыки взаимодействия которые тоже неоднозначно входят еще личностные такие универсальные качества как конструктивные мотивы направленность личности это вообще этим вообще практически никто не занимается но без этих качеств все все остальные способности таланты они будут или нейтральны или даже вредны потому что знания умения навыки в руках такого человека беспринципного направленного только вот на достижение каких-то личных выгод который выбирает профессию из соображений престижа власти славы он на не имеет шансов стать успешным профессионалом особенно в работе учить поэтому как только я начну работать стала заниматься интересоваться психологии работать в центре профориентации перед нами возникла задача передавать вот наши технологии учителям и мы столкнулись с тем что учителя по большей своей степени не хотят брать эти технологии потому что они понимают зачем нам заниматься еще школьниками зачем нам помогать им выбирать профессию там искать свое место в жизни у нас есть вот такая очень узкая ограниченная рамка своего предмета и нам больше ничего не нужно не приставайте к нам своим профессиональным самоопределением и вот все попытки все попытки передать вот эти новые технологии упирались в нежелание не просит отключить камеру может быть скорость не очень хорошо если вы не против я отключу чтобы скорость была прилично если сейчас какие-то у нас есть опять эти просьба а сертификат так замечательно да вот к сожалению нет напишите лучше хорошо ли меня слышно чтобы я понимала отключать камеру или нет хорошо спасибо спасибо итак первый мой поход педагогический коллектив с тестами закончился неудачи потому что во первых я поняла что учителя это не те люди которые вот позволяют себя так вот взять и протестировать видео не воспроизводится с презентацией ну ладно тогда значит без них обойдемся я надо сказать что в психологии я пришла из педагогики и поэтому я имела достаточно такое как мне кажется такое верное представление о том каким должен быть хороший учитель и вот когда я убедилась что ни одна методика на учительской аудитории не работает потому что учитель изначально он испытывает некоторый протест который когда его кто-то приходит начинает оценивать и он справедливо боится что это информация попадет плохие руки она кажется инструментом для там аттестации каких-то заключений кадров там решений и в общем то есть основание так думать вот поэтому когда убедилась что ни одна методика на учительском коллективе не работает то есть или работает но не так как нам хотелось потому что учителя больше чем другие категории пользователей дают склонно давать социально желательные ответы вот из этого страха что что их там кто-то просчитает учителя очень сложно воспринимает инструкцию и вот еще там масса некоторых профессиональных нюансов которые меня подвигли к созданию своей методики которая вот уже была сделана в конце девяносто девятых на девяносто девятого года 90 и с тех пор я ее неоднократно перерабатывала она имеет некоторые такие и особенности которые делают ее полезным инструментом не в руках администрацию спасибо чтобы там администрация дошла до этого а инструмент самопознание самодиагностики потому что она помогает увидеть учителю причины возможных своих затруднений и решить что с этим делать дальше самому меняться может быть там что-то изменить свою жизнь может быть профессию изменить потому что если учитель не обладает вот некоторым таким набором профессионально важных качеств то он будет страдать сам в своей профессии и мучить своих учеников самое главное он навряд ли сможет дать им те знания те какие-то вот такие передать ценности на установки жизненно важные которые в общем-то хороший учитель и должен передавать когда я работала над этой методикой я проанализировала практически все что можно было на тот момент найти и вот некоторые такие труды которые легли в основу этой методики дух томский шинский с хамлинский ну и так далее вот и отечественные и западные ученые философы педагоги психологи и безусловно личный опыт работы в школе мне хотелось сделать методику не громоздкую за такую немножко проективно чтобы не было вот этого страха себя обнаружить и самое главное рассчитанную на самодиагностику чтобы любой учитель или студент будущий педагог мог сделать ее быстро посчитать узнать результат и прочитать то есть здесь не нужен посредним хотя безусловно если школьном коллективе есть хороший психолог то вот эта методика в его руках может стать таким интересным и полезным инструментом вообще развития педагогического коллектива смотрите какие шкалы я выделила что самое главное но учитывая учитывая что то что методика должна быть компактной что нельзя не надо там грузить учителей которые так очень сильно и сильно загружены и поэтому вот я ограничилась вот так последний последний вариант этой методики включает в себя исследование приоритетных ценностей учителя самооценки психоэмоционального состояния стиле уровня субъективного контроля то есть степень ответственности который человек берет за свои поступки за то что происходит в его жизни очень важная составляющая профессиональной успешности не только учителя любого человека и удовлетворенность своей работой такая интегральная шкала которая выводится вот из этих пяти я сегодня остановлюсь подробно на двух шкалах хотя каждая каждого из этих пяти шкал она важна для успешной работы что такой успех такое понятие достаточно достаточно такое затасканное в наше время успех разный для всех каждый вкладывает в это понятие что-то свое но вот я понимаю под понятием успех в плане учительской работы это радость в первую очередь это радость от работы удовольствие от всех составляющих от общения и от себя в этой профессии и удовлетворенность какими-то материальными бытовыми условиями в работе то есть когда вот это все есть то общем то можно считать что я успешный педагог но естественно объективные результаты работы учителя который у нас прекрасно научились измерять но самое главное это внутреннее состояние из чего складывается бывает так что вот что-то не складывается не нравится мне я себе не нравлюсь и радости нет вот посмотрите очень важно обращать внимание одной из причин вот этой такой того что работа в тягость может быть могут быть искаженной ценности учителя искаженности конечно условно потому что на самом деле это приоритетные ценности это в первую очередь работа ценность другу ученика если для меня как учителя главное в работе это ученики то ученики будут чувствовать это и платить мне ответной любовью внимание бывает так что на первом месте не отношение с детьми с учениками а отношение с коллегами такой такой корпоративный стереотип ну вот дети тоже это чувствует когда в любом конфликте между учителем и учеником учить другую учитель встает на точку зрения коллеги даже не вникая ситуацию по принципу наш рубьет нужно защищать своего у других учителей у тех для кого главное все таки ценность это ученик у них другой стереотип включается нашим виду и защищать ученика нужно не учителя ну есть третья категория учителей для которых нас первом месте он сам сам его внутренний мир его проблемы и в общем то такая некоторая отстраненность от учебного процесса от мира внутреннего мира учеников да и коллег тоже это присутствует то есть я пока вот про эту шкалу просто рассказываю обращаю внимание что возможно то что в этой шкале интерес к детям на последнем месте может быть одной из причин того что отношений с учениками не складывается но вот вопроса который относится к этой шкале я приведу только один из этих вопросов ну в общем то известная фраза которую приписывает сократа я ничему не могу научить этого ученика потому что он меня не любит вот тоже вот в этом в этой методике я прошу оценить насколько насколько вы согласны или не согласны с этой фразой ну в общем все все вопросы почти все носит такой проективный характер то есть они они безопасны и учитель сам уже решает что ему есть делать с собой если какие-то параметры показывают то что то не соответствует такой идеальной модели учить это не хорошо не плохо это только одна из причин возможных трудности в работе психоэмоциональное станет тоже бывает все хорошо и с ценностями нормально самооценка и стиль тот что нужен а вот уже человек на последнем издыхании и конечно это сильно снижает его профессиональную успешность результативность ну остановим подробно рассмотрим вот эти профессиональные важные качества учителя про ценности раз подробно рассмотрим по тему самооценки самооценка такая модная тема вечная тема последних по крайней мере двух десятков лет потому что как только у нас психология пришла в школу заговорили о самооценке о том что ее нужно обязательно повышать когда психологи пришли в школу и стали учить учителей там как нужно строить отношения с учениками то встречались с некоторым таким недоверием потому что учителей в их институтах педагогических учились совершенно другом попозже я расскажу но и психологический подход классическая формула у меня джеймса американского психолога философа которую называют еще формулы счастья самооценка равна успех деленный на уровень притязания замечательная формула согласно этой формуле человек может улучшить представление о себе то есть самооценку увеличив числитель этой дроби до увеличив успех или уменьшив знаменатель то есть уровень притязания ну всем хороша формула но тогда у нас самооценка будет высокая вот такую по мнению джеймса вот эта цель вот эта высокая самооценка высокое такое хорошее позитивное самоощущение и будет нам счастье но в этом есть доля правдам действительно люди которые при большом успехе обладают таким умеренным уровнем притязания они более благополучны таком эмоционально психическом плане но вот в этой формуле слишком много неизвестных что такой успех что такой уровень притязания какой уровень притязания считать достаточно если мы не знаем реальных возможностей человека но тем не менее формула интересная с ней можно как-то поиграть и подумать над ней другой замечательный психолог вершине сатир ставила самооценку на первое место среди факторов определяющих успехи и неудачи в развитии личности вот самооценка она понимала способность честно с любовью и по достоинству оценить себя вот здесь ключевое слово для меня честно потому что мы себя как правило очень любим и последние как-то два десятка лет у нас выросло поколение людей с очень высокой самооценкой но почему-то никому от этого не легче почему самооценка имеет ряд измерений кроме того что она бывает высокой и низкой она бывает реалистичной и искаженной вот высокая самооценка она хороша только в том случае если она подкреплена реальными возможностями если вот так бездумно повышать самооценку говорить человеку который ну подростку ребенку который не обладает там недостаточным уровнем развития интеллекта не какими-то там талантами личностными особенностями которые ценны и полезны если ему постоянно говорить о том какой-то замечательный то фактически мы закрываем ставим планку для его дальнейшего развития и фактически мы вводим его в заблуждение по поводу своих способностей и своих реальных возможностей ну вот в качестве примера вот вопрос разговора о самооценке он очень важен но и очень сложен и опасен потому что важно найти вот ту грань чтобы не навредить нашим детям чтобы не укрепить их в каких-то ложных представлениях о своих возможностях это вот если человек с высокой самооценкой например представьте у него высокой самооценкой он выходит на старт марафона не обладая там не тренированный не обладая хорошим здоровьем ничего хорошего не будет так и в других сферах деятельности поэтому воспитательная работа должна быть направлена не столько на повышение самооценки столько на развитие реалистичной самооценки и в этом смысле мы используем какие-то вот такие эмоционально насыщенные литературные произведения мультфильмы потому что когда мы говорим о ценностях необходимо использовать вот такие яркие эмоциональные средства потому что они преодолевают психологические защиты и в общем-то только с их помощью я вижу какой-то возможный эффект вот здесь прекрасные иллюстрации работа самооценка может быть известная сказка волшебник изумрудного города смотрите вот страшила страшила герой этой сказки страшила дровосек лев у них была низкая самооценка но надо было ее повышать безусловно надо потому что страшила был на самом деле умный железный дровосек обладал любящим горячим сердцем лев тоже был не трусливый а просто осторожный вот это вот та категория будем говорить условно детей школьников которым самооценка повышение самооценки необходимы ну только очень такими тонкими правильными инструментами а вот изменить работать самооценкой грамотно может только тот человек у которого самого с самооценкой все в порядке поэтому вот я в эту методику включила и шкалу самооценка да кстати вот пока мы так активно повышали самооценку бездомно совершенно не учитывая реальные возможности человека психологи Корнельского университета Данинк и Крюгер детально описали явление которому скромно дали свои имена поводом стал курьезный случай мужчина пошел грабить банк нанеся на лицо лимонный сок он был уверен что сок сделать его невидимым но вот этот случай и как-то был наверное последней каплей чтобы выдвинуть теорию которую назвали эффектом Данинка Крюгера смысл этой теории в том что люди имеющие низкий уровень квалификации как правило о себе очень высокого мнения потому что не способны осознавать свои ошибки то что в общем то всегда знали наши педагоги и поэтому так недоверчиво относились где повышение самооценки ну вот такое такая на графике изображена парабола которая отражает вот эти механизмы вот посмотрите новичок человек который ни в чем не разбирается у него самооценка все в порядке и по мере получения знаний опыта самооценка падает смотрите видите она падает и только потом когда уже человек достигает экспортного уровня когда он уже обладает знаниями и опытом самооценка повышается но она не даже опытного специалиста уже матерого профессионала она не достигает уровня новичка беда этого мира как говорил Бертран Рассел заключается в том что глупые всегда уверены в своей правоте а умные полны сомнений что мы можем сделать для того чтобы узнать свою самооценку помочь самооценке своим детям ну тоже вот одно из таких произведений в котором вот сказано о самооценке все что можно это гадкий утенок Христиана Андерсона и вот когда я работаю с самооценкой с детьми и с педагогами я обращаю внимание вот на это замечательное произведение вот к сожалению у нас мне пишут что там видео оно не загрузилось потому что возможности ограничены до 100 мегабайт но если вы будете работать с этой темой я обращаюсь и к студентам которые могут быть хотят разобраться в себе и с учителями с классными руководителями обратите внимание на замечательный мультфильм Гарри Бардина гадкий утенок и наконец этого мультфильма как раз о том как вот это реальная самооценка совмещается с представлениями о самом себе вот этот момент истины под замечательную музыку Чайковского это просто вот настолько вот он красив и показывает вот как вообще взрослый может стать для гадкого утенка для любого ученика как тем вот таким драйвером триггером который может раскрыть в нем таланты потому что 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 говорит часто учителя ведут себя не как те прекрасные лебеди которые по достоинству оценили гадкого утенка и помогли ему раскрыть вот свой потенциал понять кто он и на что способен а часто взрослые ведут себя вот подобно вот этим птицам на птичьем дворе понижая самооценку заклевывая того кто нуждается именно в повышении ну еще вот великолепная цитата замечательной юлии гиббенрейтеру который в этом году не вспомнился 90 лет как раз про самооценку и про этого про гадкого утенка в тот момент когда восхищенные сородичи склонили перед ним головы заниженная самооценка выросла до нормального состояния низкую самооценку трудно поднять себе самому но можно поднять другому если научиться видеть и признавать его достоинства и поскольку мастер-класс это возможность что-то увидеть узнать про себя я хочу вам предложить ту шкалу методики психологический портрет учителя которая направлена на изучение самооценки вот просто посмотрите вот я вам это 10 вопросов посмотрите если у вас есть под рукой ручка карандаш бумага вы можете просто писать рядом с номером вопроса тот вариант ответа который вам кажется который подходит вам то есть он отражает ваши чувства мысли реакции вот когда ученик на уроке излагает факты которые мне неизвестны я испытываю интерес смущение или раздражение просто поставьте один два или три присутствие на уроке посторонних первый вариант выдушевляет меня второй никак не отражается на моей работе третий выбивает меня из колеи третий вопрос у меня есть такие качества по которым я превосхожу других первый вариант да второй вариант нет третий вариант не уверен четвертый вопрос замечания со стороны коллег и администрации первый вариант меня мало волнуют второй вариант иногда задевают меня третий вариант травмирует меня я не сомневаюсь я не сомневаюсь третий затрудняет ответить третий вариант нет сомневаюсь седьмой у меня нет сомнений в своем профессионализме первое да сомнений нет второй затрудняется ответить третье есть сомнения восьмой на собраниях и педсоветах я первые часто выступаю по волнующим меня вопросам. Второй. Иногда выступаю по волнующим меня вопросам. Третий. Предпочитаю слушать других. Девять. Мне приходилось выполнять приказы людей не вполне компетентных. Первый вариант – да. Второй – не помню. Третий – нет. Не приходилось. И последний вопрос. Мои школьники относятся ко мне с симпатией. Первый вариант – да. Второй вариант – не все. Третий вариант – не знаю. Посчитайте, сколько у вас первых вариантов, сколько вторых и сколько третьих. Смотрели, да? Ну, наверное, уже поняли, что преобладание первого варианта означает позитивное самовосприятие, свойственное человеку в полной мере реализующей свои возможности. Вот учителям, у которых позитивное самовосприятие, легко создавать на уроке атмосферу живого общения. Они доверяют людям, ждут от них дружелюбия, а не враждебности. И ученика воспринимают как личность, заслуживающую уважения. Вот благодаря, как правило, человек с высокой самооценкой, самооценкой он не склонен принижать значение другого человека. Но только в том случае, если вот эта самооценка, она коррелирует с его реальными достижениями. вспомните вот этот эффект Дайнинга Крюгера. Второй вариант. Вот эта неустойчивая самооценка чаще всего мы зависим от ситуации, от того, что происходит. Вот при удачном стечении обстоятельств, человек с неустойчивой самооценкой испытывает эмоциональный творческий подъем. В эти моменты он преображается, у него все получается. А вот снижение самооценки в полосе неудач негативно влияет на эффективность и работы, и взаимодействия с окружающими. Ну вот тоже, когда мы работаем с самооценками, со взрослыми, иногда вот фрагменты с фильма «Полет над гнездом кукушки», герой которого, герой Джек Николса, поступил просто как великолепный психотерапевт. Он создал к своему сокамернику, сополатнику ситуацию успеха, и вот благодаря этому он достиг просто того, чего не могли сделать все терапевты. Там молодой юноша, он перестал заикаться, стал таким живым, раскованным. Вот такие чудеса происходят. Ну и третий вариант, самый такой тяжелый, это негативное самовосприятие, которое, ну, частично совпадает с низкой самооценкой, с заниженной самооценкой. Ну вот, человеку с негативным самовосприятием трудно вступать в общение, и вот, как самый тяжелый вариант, самооценка – это такое свойство, которое стремится, стремится вверх. Она хочет расти, но если невозможно поднять самооценку за счет каких-то реальных достижений, самый простой способ поднять самооценку собственную, это унизить кого-то другого. И вот очень часто учителя, обладающие такой низкозаниженной самооценкой, они отыгрываются на своих учениках. То есть им хочется вот возвыситься таким некрасивым способом, ну, и благо возможности для этого есть. Вот это страх перейти на неформальный стиль, он обнажает уязвимые места и создает угрозу учителям. Ну, вот с самооценкой надо разбираться. Вот эта методика, она только обозначена, может обозначить некоторые такие болевые точки и дальше уже предполагается работа в тренинге, индивидуальная работа, если только в том случае, если учитель готов к этой работе и хочет каких-то изменений. Ну, самооценку можно сравнить с зеркалом, если зеркало кривое, оно искажает отражение и самооценке можно доверять только тогда, когда она правильная, а не заниженная и не завышенная. Ну, еще раз рекомендую вот этот мультик посмотреть Гарри Бардина, который мы не сможем конец посмотреть, он длинный сам на самом деле. вот но вы не будьте разочарованы, если все-таки найдете в интернете и посмотрите вот этот конец. Вот, ну и еще об одном важном аспекте профессиональной успешности учителя я хотела бы вам рассказать. Это стиль преподавания, стиль педагогического общения, даже не столько преподавания, сколько педагогического общения. Посмотрите, давайте, самая простая классификация, очень много разных классификаций, но я решила вот тогда, когда работала над этой методикой, я вот решила взять за основу вот эту такую тройную классификацию. А потом сделала еще другие методики на стиль общения немножко отличаются, другие подходы, но вот поскольку в эту методику входит эта классификация, давайте попробуем определить ваш стиль. Если вы еще не работаете в школе, вот эту методику я проводила и на студентах Московского государственного областного университета, других вузах педагогических, но легко, как правило, легко представить каким я буду учителем, тем более студенты старших курсов уже имеют опыт педагогической практики. Бывает так, что класс не проведен, видели, наверное, когда учились сами в школе, что есть такие учителя упертые, которые бумажка валяется, там что-то не то написано на доске, что хотелось бы учителю прочитать. И вот учитель устраивает целое представление, целый спектакль. Кто это сделал, уберите, я не начну урок, пока класс не будет приведен в порядок. Это все может продолжаться долго на радость ученикам, которые, в общем-то, на это как раз рассчитывали, потому что ученики – это прекрасные психологи, они вот эти очень хорошо умеют играть на всех наших слабостях, на всех этих наших струнах. То есть вариант А, если класс не переведен в порядок, моя реакция зависит от ситуации, уже отмечаете номер вопроса, А, Б или В. Кто-то не обращает внимания вообще, ну, не важно, что там хоть. Все, все. И третий В. Я не могу начать вопрос. Второй вопрос. Я делаю замечания ребенку, нарушающему порядок в общественном месте. Встречались такие, да, вам, наверное, в транспорте где-нибудь часто женщины, чаще женщины, ну, женщины вообще больше в педагогике, у которых просто вот такое клеймо, да, что я учитель, да, такая уже явная, явная профессиональная деформация, учитель, который считает своим долгом, всем всегда делать замечания. Ну, вот не все, просто их видно, а так-то, в общем-то, разные варианты поведения. Вариант А, в зависимости от ситуации, то есть все-таки вот как-то чувствовать уместность или неуместность замечания. есть учителя, которым вообще это неинтересно абсолютно, а есть такие, которые не применят это сделать. Я сама, кстати, где-то на восьмом году работа в школе в себе вот эту заметила, профессиональную деформацию, поняла, что нужно менять профессию. Третье, я предпочитаю работать под руководством человека, который, а, поддерживает мою инициативу, б, не проявляет интереса к моей работе, в, четко регументирует мою работу. Во время урока я придерживаюсь намеченного плана, а, в зависимости от ситуации, б, предпочитаю импровизацию, в, всегда придерживаюсь намеченного плана. Пятый вопрос. Когда я вижу, что ученик ведет себя вызывающе по отношению ко мне, а, предпочитаю выяснить отношения, б, игнорирую этот факт, в, плачу ему той же монеты. Шестой. Если ученик высказывает точку зрения, которую я не могу принять, я, а, пытаюсь понять его точку зрения, б, перевожу разговор на другую тему, в, стараясь поправить его, объяснить ему ошибку. Объяснить ему его ошибку. Седьмой. По-моему, в школьном коллективе важнее всего а, возможность работать творчески, б, отсутствие конфликтов, в, трудовая дисциплина. Восемь. Я считаю, что учитель может повысить голос на ученика. А, нет, то есть не может. Б, затрудняюсь ответить. В, да, может повысить голос на ученика. Девятое. Непредвиденная ситуация на уроках. А, можно эффектно использовать. Б, лучше игнорировать. В, только мешают учебному процессу. Десятое. Требования начальства не вызывают у меня протеста, даже если я считаю их необоснованными. А, вызывают. Б, не знаю. В, не вызывают. Вот, посмотрите, сколько у вас вариантов А, сколько вариантов В и сколько вариантов В. Здесь вот нет таких жестких норм, потому что эта методика, она не может использоваться в каких-то таких административных целях и в общем-то она служит только для самодиагностики, саморазвития. Но, условно говоря, чем больше, тем лучше. Больше половины вариантов она указывает на такую тенденцию к определенному стилю педагогического общения. То есть, если у вас больше пяти вариантов А, то у вас выражен демократический стиль педагогического общения. Учитель привлекает учеников к принятию решений, прислушиваться к мнению, поощрять самостоятельность, учитывать не только успеваемость, но и личные качества. Основные методы воздействия побуждения, совет, просьба. Ну вот этот стиль, он дает больше возможностей для лавирования. То есть, он позволяет где-то проявлять мягкость, где-то строгость, и, в общем-то, он считается оптимальным. И, как правило, учителя с демократическим стилем общения, они больше других довольны своей профессией, потому что они принимают себя и других, если при этом у них еще и высокая самооценка, они более открыты, аутентичны, естественно, в общении, и у них, как правило, в отношениях с другими людьми, и учениками, и коллегами, у них какой-то такой доброжелательный настрой, способствующий эффективности обучения. либеральный так называемый стиль или упустительский стиль. Вот этот стиль можно заподозрить стиль, если у нас преобладает второй вариант B. Чаще всего мы выбираем вариант B, но считается, что такой учитель уходит от принятия решений, передавая инициативу ученикам, коллегам, родителям, ну, то есть такого ученика, как правило, есть проблемы дисциплины, и нередко у такого учителя низкая самооценка, чувство тревоги, неуверенности в себе, и, конечно, таких учителей администрация чаще всего делает козлами отпущение. Ну, вот я во всех учебниках пишут о том, что либеральный попустительский стиль, это вот ну, такое совсем, совсем грустно, совсем плохо, и такой учитель, ну, в общем-то, мало что может дать своим ученикам. Ну, достаточно спорное, спорное утверждение, потому что жизнь намного сложнее, интереснее, чем вот какие-то такие схемы, классификации, хотя вот для первого знакомства с собой, для первого шага рефлексии своих возможностей этой методики может быть и достаточно. Ну, вот несколько лет назад мои представления о том, что вот либеральный стиль, это ужас, ужас, они немножко так были поколеблены. После одного случая ко мне пришел в гости ученик, который несколько лет отсидел в тюрьме за квартирную кражу, ну, я как-то была тронута, что-то, первым делом ко мне пришел. Вот в разговоре он сказал, что все вот эти годы, что он был в тюрьме, его грело только одно воспоминание о школе, воспоминание об одной учительнице. И вот он назвал учительницу биологии, у которой был, вот как я сейчас понимаю, такой ярко выраженный либеральный попустительский стиль. То есть ученики не слушались, она была на плохом счету у администрации, в конце концов, бедные женщины даже не дали там доработать два года до пенсии. Вот, и меня как-то это очень сильно там задело, потрясло даже, то, что-то оказывается вот этого бедного парня в тюрьме грело воспоминания об этой пожилой и не очень успешной в профессиональном плане женщины, человека, которая, наверное, давала своим детям то, чего и другие с более таким эффективным стилем поведения не смогли дать. Наверное, у него в приоритетах приоритетных ценностях были на первом месте дети, отношения с учениками, и это перевесило даже эти недостатки стиля. Ну, недостатки такие, как общепринятые представления. Ну, демократический стиль хорош тем, что может позволять перейти из одной позиции в другую, там, как-то более, то есть у педагога, обладающего демократическим стилем, больше такой репертуар общения. Ну, сами по себе, конечно, стили, они нейтральны. Вот я хотела вам показать фрагмент из фильма «Республика Шкид». Вы наверняка помните вот этот замечательный момент, когда вот этот учитель словесности, помните, там, про сосиски поет там «Не женитесь на курсистках», ну, то есть отрабатывает такой дешевый авторитет, и вот герой Юрского его выгоняет из школы. Такое тоже посмотрите, интересно вспомнить, замечательный фильм, замечательная тема. То есть это фактически вся, вся, все смысл работы учителя в этом фильме. И все стили, все взаимоотношения с учениками, все там. Так что ни в одном учебнике мы это не сможем прочитать. Ну, и третий вариант, ну, я так думаю, что у наших слушателей, у меньшинства, по крайней мере, третий вариант преобладает, это авторитарные тенденции. Вот учитель, это считается самая такая стрессовая воспитательная стратегия, вот авторитарный стиль в чистом виде. Потому что авторитарный учитель использует свои права, не считаясь мнением детей и требованием ситуации, и главные методы его воздействия, приказ, получение. Ну, вот, как правило, учителя, авторитарные учителя пользуются таким, простите за каламбур, авторитетом в своей среде и очень любят администрации, потому что вот эти жесткие такие методы воздействия, они дают результат, они дают результат в плане успеваемости, ЕГЭ, как правило, там все хорошо, и с дисциплиной у таких учителей, но, тем не менее, вот эти сильные педагоги, они не очень, не очень сами удовлетворены своей профессией. И дети на его уроках чувствуют себя некомфортно, они теряют активность, самостоятельность, самооценка снижается, вот, ну, такая двойственность. С одной стороны, хорошие знания, хорошие оценки, успеваемость, сильный педагог, а с другой стороны, какой ценой, какой ценой эти знания добываются, не слишком ли высоко, если это цена, это здоровье и благополучие эмоционально-психическое наших детей. То есть, если преобладает вариант последний, третий вариант, то вот это такая стратегия, которая может пагубно сложиться, сказаться и на учениках, и на самом педагоге, потому что она способствует эмоциональному выгоранию. В принципе, все вот эти шкалы, о которых я вам и говорила, о которых еще не затрагивала, это их, они все вот складываются вот такие уязвимости и показывают или благополучие эмоциональное, психическое, или неблагополучие. Это, безусловно, только вот такая небольшая форма самодиагностики, которая будет полезна человеку, способному к рефлексии, потому что поможет увидеть психологические причины своих затруднений, прежде чем они станут очевидны окружающим. И тогда уже принять решение, что мне делать. Меняться самому, это сложно, это особенно в зрелом возрасте, некомфортно, требует огромных усилий. Менять работу или оставить все как есть. Мучиться самому, мучиться учеников, но тем не менее вот такая методика позволяет некоторые профессиональные дефициты увидеть, причины затруднений и дальше уже решать, что с этим делать. Вот когда я эту методику сделала и проводила в больших коллективах и в индивидуальной работе, меня спрашивали, а что с этим дальше делать? Что с этим дальше делать? И в конце концов я сделала тренинг развития профессионального самосознания, где вот эти все темы, они встречаются, эти и другие темы, они встречаются, прорабатываются, серьезная тема, например, мотивы выбора профессии, к чему я выбрала эту профессию, что меня привело. Это же важно, это самый ключевой вопрос любой профессиональной деятельности. Выделяется всего-навсего пять мотивов, тогда из них три деструктивных и только два конструктивных. деструктивные мотивы это власть, деньги, слава. И очень часто в учительскую профессию идут такая, ну такая скрытая мотивация, она не осознается даже и самим человеком. Власть, казалось бы, какая там власть, а вот эта власть, вот эта очень такая опасная вещь, которая разрушает личность. Власть хотя бы над учениками. Вот это деструктивный мотив, так же, как, ну, за славой, вряд ли, кто идет у нас в эту профессию, как и за деньгами. И было бы все грустно, если бы не было еще конструктивных мотивов, это служение, вот это главный мотив труда людей, выбирающих профессию, связанную с консультированием, управлением, общением, это медицина, педагогика, ну, вот, служение, это высший мотив деятельности в любой сфере. Творчество тоже конструктивный мотив труда, и в работе учителя есть место и служению, и творчеству, если мы хотим стать для своих учеников такими настоящими учителями. Там есть тема в этом тренинге приоритетной ценности, профессиональные риски и пути их преодоления, направленность личности, потому что именно направленность личности определяет вообще нашу профессиональную успешность, нашу ценность как специалиста, то, что мы можем хорошего дать нашим ученикам. то есть я сегодня познакомилась с некоторым таким фрагментом работы учителя над собой и, возможно, работы психолога с педагогическим коллективом. Эта методика, тренинг, они все есть в открытом доступе, они опубликованы, специализированы к СМИ, и вы их при желании можете найти, пройти тестирование, узнать что-то про себя новое, может быть, неожиданное, потому что способность к саморазвитию это важнейшее свойство любого профессионала. Ну и вот почему еще раз, почему это важно? Если мы беремся, дерзаем заниматься личностным развитием ученика, например, сегодня говорили об уроках технологии, показываю вам свежую книжечку, называется учебник, личность, профессия, карьера, это такой независимый модуль образовательной области технологии, где мы говорим с учениками о том, не столько о том, кем быть, о том, каким быть, для чего люди работают. И вот только тот учитель, который разобрался в себе, для себя прояснил, для чего он работает, только он сможет и ученикам рассказать о том, для чего люди работают, что такое мотивы труда, направленность личности, самооценка и так далее. Потому что все мы должны пропускать через себя, прорабатывать, потому что такая работа, такая саморефлексия, самотерапия, она учителю необходимо больше, чем представителю любой другой профессии. Это наш инструмент, мы работаем с личностью и с личностью, поэтому мы вот свой инструмент должны держать в идеальном состоянии. Если есть вопросы, я с удовольствием ... Если у вас будут какие-то самые сейчас вопросы, а потом созреть, можете ко мне обратиться к телефону, написать на почту. Я основное место работы в инвестиционном управлении, но федеральный инвестиционный развитие образования, где я имею возможность транслировать свои идеи не только на Московскую область, а на всю России. Да, Галина Владимировна, спасибо большое за интересный рассказ, спасибо, что поделились с нами вашей методикой, уверена, что для будущих и, разумеется, действующих педагогов это станет важным элементом в копилке профессиональных знаний. Вопросы здесь можно было оставлять, вот я их не вижу, но вас благодарят в чате, спасибо большое, рассказывал, да, интересный и, видимо, все понятно. Надеюсь, все поучаствовали, проверили какие-то какие-то моменты, которые вы предложили, да. Интересно было бы обратную связь, успели ли себя протестировать, что узнали, понравились ли результаты, порадовали или разочаровали, может быть, просто там вот. Да, кто с нами в чате, ответьте, успевали ли отвечать на вопросы, предложенные Галины Владимировны, все ли было понятно, получилось ли, был ли интересный результат для вас самих. Да, пишут, успели. Хорошо, Мария, я рада вас, спасибо, Мария, Елена, спасибо. Спасибо большое, те, кто посмотрит нас в записи, надеюсь, тоже пройдут некое тестирование по шкалам, да, которые вы предложили, тоже будет интересно, узнать, что-то о себе. Ангелина, спасибо, удовлетворили. Очень хорошо. Все, спасибо тогда вам большое, будем прощаться. Очень важно, что вот наконец вот WordSkills обратился к теме развития личности педагога, и я буду очень рада дальше сотрудничать с вами, потому что это вот тот недостающий пазл, что вся вот эта технологическая история будет неэффективна. Да, к сотрудничеству мы всегда, конечно же, открыты. До новых встреч. Все, до свидания. субтитры создавал DimaTorzok,